Уровень молодежной безработицы в Алматы снизился на 5%. Это данные только за третий квартал 2021. Статистика за четвертый будет обнародована в марте. Однако положительная динамика заметна уже сейчас. Важную роль в этом деле сыграли и государственные программы. Обратившись в центр занятости, более 11 тысяч человек получили постоянное место работы. Сейчас для жителей до 29 лет предусмотрены три программы. Подробнее о каждой из них расскажет Рустам Аралбаев. Решить вопрос с трудоустройством для молодежи сейчас нетрудно. Так, например, можно обратиться в центр занятости и выбрать понравившуюся программу. Молодежная практика, контракт поколений и первое рабочее место. Последнее появилось только в прошлом году. Однако удобные условия труда уже сделали ее популярной среди молодых людей и работодателей. На этот год подали заявки 157 работодателей. Утверждено на 424 вакантных рабочих мест. На данный момент направлено 40, так, 27 приступили к работе, 13 уже направлено. Программа «Первое рабочее место» создана для молодежи до 29 лет, кто не работал по специальности или в целом для безработных. Возможностями программы воспользовалась и 18-летняя алматинка Мадина Султанова. Девушка обратилась в центр занятости. Там ей помогли пройти оплачиваемую практику и получить стабильную работу, причем без опыта. Центр занятости помог мне с работой, я устроилась. Мне очень нравится моя работа, коллектив, у нас дружная команда и работа в целом тоже нравится. Премии, бонусы. Я очень люблю свою работу и зарплата тоже хорошая. Мне хватает. Только за этот год в центр занятости обратились свыше 2000 молодых людей. Почти 1500 из них уже получили постоянное рабочее место.